МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опережение на 7 месяцев. Как продвигается строительство 11-й школы. Праздник искусства 25 марта в России отмечают День работника культуры. Новая награда. Юрий Пенегин стал серебряным призером Чемпионата России по самбо. Далее расскажем обо всем подробно. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно документам, до особого распоряжения должны быть закрыты все бассейны, фитнес-центры, аквапарки, другие объекты физической культуры. Это касается и организаций, которые проводят детские досуговые мероприятия. Ресторанам, кафе, барам и столовым нужно обеспечить одновременное обслуживание посетителей из расчета не более 30% от количества посадочных мест помещения. Все усилия нужно направить на доставку готовой еды. Торговым сетям необходимо расширить возможность дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям. Телекоммуникационным компаниям нельзя отключать связи интернет-гражданам, достигшим возраста 65 лет при нулевом или отрицательном балансе. Меры для поддержки бизнеса принимаются на федеральном уровне. Обязательно будут решения на уровне региона, добавил губернатор. Предусмотрена ответственность за ложную информацию о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. МВД России по Нижегородской области будет выявлять и привлекать к ответственности лиц, которые распространяют заведомо недостоверную информацию. По состоянию на 25 марта в Сарове больных коронавирусом нет. 79 человек находятся на карантине под наблюдением медиков. К другим новостям. Стройка без выходных с опережением графика на 7 месяцев. Такими стахановскими темпами ведутся работы по строительству здания новой школы на улице Зорге. Подрядная организация приступила к возведению второго этажа. К осени этого года объект планирует поставить под крышу, чтобы перейти к внутренним отделочным работам. О том, как продвигается строительство и какие сложности возникли, расскажем далее. Всего через каких-то полтора года на месте беспорядочных следов от тяжелой техники, кирпичей и железа будет возвышаться новая школа со стадионом и благоустроенной территорией. А может быть и раньше. Рабочие уже приступили к возведению второго этажа учебного корпуса. Строительство идет с опережением графика на рекордные 7 месяцев. В прошлом году администрация уже запрашивала в области дополнительное финансирование, чтобы не снижать темпы работы. На сегодняшний момент финансирование на 2019-2020 год составляет 240 миллионов. Подрядчик порядка 220 уже израсходовал. То есть денег на финансирование ему еще месяц-полтора. То есть вот это наш срок, в течение которого мы должны принять экстренные меры для того, чтобы выбить продление финансирования. Вернее, не продление, а перераспределение денежных средств с 2021 года на 2020 год. Строительство новой школы идет в рамках нацпроекта образования. На это выделено 582 миллиона рублей. Здание возводит ООО ТСК. Такими темпами уже в апреле подрядчик освоит весь объем средств, заложенных на 2020 год. И если правительство области не пойдет навстречу просьбе администрации, то придется пойти на крайние меры – заморозить строительство. Консервирование объекта – это тоже затраты, которые дополнительно лягут на стоимость объекта. И потом это люди, которых можем потом не собрать просто-напросто. Мы очень много затратили усилий, чтобы скомплектовать здесь коллектив нормальный, боеспособный. Строительство идет без выходных и практически весь световой день. Большинство рабочих трудятся вахтовым способом. Они приезжают, работают по 2-3 недели без выходных, потом уезжают. Вот как вы сейчас видите, что здесь на этом блоке, под этом кране затишье. То есть люди уехали у нас на выходные. Сегодня после обеда приезжают и продолжают работу. Теплый период года – самое благоприятное время, чтобы сделать кровлю, ставить окна и двери и потом зимой заниматься отделкой внутренних помещений. Управление капитального строительства отмечает высокий уровень выполненных работ и профессионализм руководства ООТСК. Этот объект проверяется и в Государственной строительной инспекции. Проверки проходят в штатном по программе проверок. Инспекция отмечала, что подрядчик достойно, скажем так, готовит, оформляет исполнительную документацию и общее впечатление от строительства на высоком профессиональном уровне. Это отмечено из стороны инспекции, и это отмечаем мы из стороны УКСа. В связи со сложной экономической обстановкой в стране, правительство региона пока не подтвердило готовность перенести средства 2021 года на текущий. Но администрация со своей стороны прилагает все усилия, чтобы не допустить остановки строительства новой школы. В России заработал сайт «Мы вместе 2020.рф». Площадка объединяет всех, кто во время эпидемии коронавируса хочет помочь людям, нуждающимся в поддержке. Любой желающий может присоединиться к движению, нажав на кнопку «Стать волонтером». Для организации открыт раздел «Хочу помочь» для размещения информации о ресурсах, которыми они готовы поделиться. В разделе «Возможности» предложены варианты досуга от виртуальных экскурсий по лучшим музеям России до бесплатных онлайн-курсов, ведущих отечественных вузов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к нации. Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля и позволят снизить распространение коронавируса. Глава государства призвал граждан не полагаться на русский авось и следовать рекомендации оставаться дома. В Сарове запустили горячие линии по вопросам организации образовательного процесса и карантинных мероприятий. По вопросам работы детских садов на звонке отвечают по номеру 95520. О школьных процессах вопросы принимают по телефонам 95520 и 95521. Телефон горячей линии по учреждениям дополнительного образования 95540. Также всю необходимую информацию можно узнать непосредственно на сайте департамента образования edusarov.ru Главное управление ЗАГС Нижегородской области просит граждан перенести торжественные свадьбы, запланированные на весну. Такие меры связаны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции. Тем, кто планировал провести церемонию бракосочетания в торжественной обстановке, рекомендуют перенести ее на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников ЗАГСа. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 25 марта в России отмечается День работника культуры. Это праздник всех сотрудников музеев, театров и библиотек, городских и сельских клубов и коллективов художественной самодеятельности. Его цель – отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение духовного богатства страны. Я считаю в плане работы себя счастливым человеком, очень удачливым, потому что мои интересы совпадают с моей и работой, с моей деятельностью. И как профессионал я себя здесь полностью реализую. Так о своей работе отзывается научный сотрудник музея народной игрушки Ольга Познякова. Работать в культуре женщина мечтала с детства. Перед глазами у нее был яркий пример родителей. Мама художник, папа архитектор. Именно они привели ей любовь к народным игрушкам. Родители привезли в город выставку, очень интересную выставку «Народная игрушка», свою коллекцию показывали. И презентовали книгу по народной игрушке. Я была как бы куратором этой выставки, и проводила экскурсии. И у администрации появилась идея о не создать ли нам постоянную такую экспозицию народной игрушки. У Ольги два высших образования. Первое – художественное, второе – педагогическое. Она применяет их на практике. Создает уникальные программы и сценарии. Проводят мастер-классы по изготовлению народных игрушек. Работа действительно очень интересная. Считаю, что она и очень нужная. Потому что нести прекрасное, нести знания по истории, по традициям – это очень важно и для детей, и для взрослых. Поэтому занимаюсь изучением самой. То есть сама изучаю все это и доношу всем возрастам абсолютно в силу, наверное, своего образования и своего опыта. Могу это донести на разные возрасти, изложить интересно, доступно. Посещаемость у нас достаточно хорошая. Выставки в Музее народной игрушки меняются каждые полтора месяца. Там можно увидеть экспонаты различных промыслов в Хохломской, Семеновской, Нижегородской и Белорусской росписи. Сотрудники Музея народной игрушки готовят новую пасхальную выставку. Ее можно будет посмотреть, когда снимут ограничения по карантину. Паника из-за коронавируса распространяется по миру быстрее самой эпидемии. Как в этой непростой ситуации не поддаваться тревогам и сохранить спокойствие? Своими рекомендациями с нашей съемочной группой поделилась психолог Наталья Мышова. Весна – время года, когда хочется любить, творить и свершать великие дела. Но, увы, не все радуются пробуждению природы, буйству красок и пению птиц. Кто-то становится раздражительным и погружается в сонное и подавленное состояние. В период карантина к весенним перепадам настроения добавляется паника, которая связана с распространением коронавируса. Психологи советуют абстрагироваться от ситуации и постараться не воспринимать всю информацию, которую публикуют в СМИ и социальных сетях на эту тему, всерьез. Это все жизнь, это все естественно, и трагедии из этого делать не нужно абсолютно никакой. И просто во многих государствах еще правильства, люди уже возрастные. Вот кто в правильстве. И они, конечно, в зоне риска. Они побаиваются, ну, просто даже сами за себя. А в Италии так вообще. И поэтому вот паника, она пошла оттуда и потом по другим странам распространилась. На эмоциональное состояние также влияет зимнее истощение. В период холодов человек получает недостаточно солнечного света, а пища не особо богата витаминами. С приходом тепла организм подвергается стрессу, начинает экстренно приспосабливаться к новым условиям окружающей среды. Повышению температуры, изменению давления и увеличению светового дня. Иногда мы надумываем даже у себя болезни несуществующие. Поэтому, если, ну, какое-то такое временное снижение настроения, не надо сразу пугаться, там, бежать к врачу, срочно там какие-то меры подпринимать, отдохнуть, выспаться, действительно, витаминчики, увеличив в пище, да, количество витаминов, и все, и все наладится. Больше всего сезонной депрессивности и паники подвержены люди, которые часто попадали в психотравмирующие ситуации. Неблагополучные отношения в семье, нападки окружающих. По мнению психолога, чтобы справиться с подавленным состоянием, необходимо во всем искать позитив, больше общаться с семьей и заниматься творчеством. Не перегружать себя какими-то негативными эмоциями, переживаниями, а искать позитив и находить те занятия, творческие занятия, которые будут именно поддерживать, да, давать ресурсы. Почему? Потому что творчество и страх это две несовместимые вещи, да, то есть если мы творим, мы не можем находиться в страхе. Страх и паника – эмоции, которые можно и нужно контролировать. Они лишают людей возможности действовать спокойно и разумно. Соблюдайте правила гигиены, займитесь йогой или медитацией. Воспринимайте данные только из официальных источников информации. Тогда весенняя депрессия и истерия обойдут вас стороной. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Саровчанин Юрий Пенегин стал серебряным призером чемпионата России по самбо, который прошел 14 марта в Санкт-Петербурге среди мастеров-ветеранов. В соревнованиях принял участие около 220 человек из 39 областей и городов России. Подробности в следующем репортаже. Для сотрудника РФЯЦ внеев Юрия Пенегина участие в чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов стало традицией. Шестой год подряд он представлял наш город на соревнованиях. Каждый раз на чемпионат приезжают все новые и новые соперники. По словам спортсмена, уровень участников в этом году был значительно выше. В этом году были ребята, с которыми я не встречался, не боролся, то есть новые. И уровень у этих ребят был повыше, чем до этого два года я последний ездил. Поэтому с ними было, конечно, интереснее бороться. А так, в общем, конечно, чемпионат ежегодный, они стараются что-то изменить, что-то улучшить. Организаторы стараются в интересных городах провести, приурочить к каким-нибудь праздникам. В этом году чемпионат посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В нем соревновались около 220 спортсменов из 39 регионов нашей страны. Саровчанин выступал в весовой категории до 100 килограммов. В возрастной группе от 45 до 49 лет. В первой схватке с мастером спорта из Санкт-Петербурга Юрию удалось одержать победу со счетом 2-1. Второй соперник из Москвы оказался сильнее. В итоге наш спортсмен занял второе место. На этот чемпионат поехал я с заболевшим. То есть у меня уже не та была, конечно, форма. Потому что готовишься, к пику подходишь. И когда уже с заболевшим борешься, то не то, отвлекает все. И не хватило мне функционалки, конечно. По физическим качествам я его не уступал ему. Но функционалки я, конечно, сдал из-за болезни. Спортсмен четыре раза выступал на мировых соревнованиях по самбо и стал двукратным чемпионом. Юрий надеется, что карантинные меры в связи с коронавирусом ослабнут. По плану у борца участие в осенних чемпионатах мира подзюдо в Кракове и по самбо в Норвегии. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин